Брилов, Кустодиев, Малевич и Кандинский. Масштабную выставку русской живописи открывается завтра в Новом Иерусалиме. Художественный музей представит полотна выдающихся мастеров, собранные со всей страны. И любопытная деталь. Картины расположены там строго по алфавиту. Азбуку шедевров уже изучила Анна Щербакова. Руки и ноги, словно конусы и цилиндры, рубаха-трапеция, кубистическая фигура на ярко-красном фоне. Картину «Косарь» Казимир Малевич написал ещё до чёрного квадрата. Увидеть этот шедевр авангарда — редкость, косарь из собрания Нижегородского художественного музея. Здесь представлено 30 музеев-участников, 29 городов. Конечно, здесь удивительные вещи, как выделить там Малевичек или Василия Кандинского. Или сзади меня, который стоит Лентулов, который приехал к нам из Владивостока. Картины расположены не по периодам, не по жанрам и даже не в соответствии с именами художников, а по алфавиту. Каждая буква — отдельная тема, объединяющая русских мастеров. «Г» — глубина. Здесь Малевич и его супрематизм. «Щ» — щедрость. Портрет Савы Мамонтовой кисти Серова. «Р» — Русь, где и Гончарова, и Купчиха Кустодиева. Буква «И», конечно, принадлежит Кандинскому. Импровизация мастера. «Импровизацию номер 209 Василия Кандинского мы привезли из Красноярского художественного музея. И очень здорово то, что авторы экспозиции дополнили это пространство специально написанное для этой работы музыкой». Владивосток, Калининград, Краснодар, Иванова картины со всей страны. Под буквой «А» — автопортреты. Такие разные. Ранимый — Фальк, глубокий — Петров-Водкин. Спортивный, как и юноши-девушки на его известных полотнах — Александр Дейнека. «Наша выставка полна контрастов. Сопоставление работ постоянно заставляет по-новому на них смотреть. Одно из самых характерных противопоставлений — это русская Венера Бориса Кустодиева и, например, концептская Венера Михаила Ларионова». Это выставка-игра. Каждый посетитель сможет провести свои параллели. Разгадать не только мир художников, но и свой. «Наш внутренний мир реален, быть может, даже более реален, чем мир, окружающий нас». Слова, сказанные Марком Шагалом, как нельзя точно описывают концепцию выставки. Прокуливаясь по залам музея, вглядываясь в картины, ты на самом деле всматриваешься в себя.